Всех приветствую на балетных челленджах. Меня зовут Олег. И на сегодня у нас есть три испытания. 100 тандю, 100 пируэтов и 100 прыжков. И есть три карточки, на котором написано одно имя, второе имя или вместе. Когда выполняешь задание один, ты можешь получить балл только в случае выполнения всех 100 повторений. Когда испытания выполняют двое, балл получает тот, кто сделал больше. Не обязательно 100. Соответственно, кто что будет делать, мы будем узнавать непосредственно перед самим движением. Ну а кто наберет сегодня больше баллов, получит 500 баксов. Но прежде чем начать, не забудьте поставить лайк и написать, что по вашему мнению. Сложнее делать 100 тандю, 100 прыжков или 100 вращений. И объясните почему. Самый интересный комментарий я закреплю под этим видео. Итак, мы начинаем. Ольга, потомственная гадалка. В детстве хотела укращать драконов, но стала балериной и теперь укращает фуанту. Мастерски владеет первой позицией, второй позицией и третьей. Смелость не ее конек, а ее ролик, но кататься на роликах не умеет. Зато умеет на коньках. Олег. Старовер, ковбой, рифмоплет. Любит балет и сладенький мед. Был намаринован на премию Оскар Уайл. В детстве хотел ходить в джинсовом костюме без трусов, а теперь он балерун и носит бандаж. Однажды он сказал... Однажды я скажу... И так и не сказал. Отлично. Начинаем жеребьевку. Итак, Ольга, что бы вы меньше всего хотели бы делать сегодня? Батмантандю. Батмантандю. Я согласен на 100%, потому что это убийство. Я ненавижу батмантандю. Максимум 4 крестов. Вот это прям пик. Идеально. Соответственно, у нас будут цифры, на которых написаны имена. И так мы будем решать, кто что сегодня будет делать. Соответственно, первое движение – Батмантандю. Давай. Цифра 3. Давайте посмотрим, что там. Там вместе. Мы будем вдвоем делать Батмантандю. Будем вместе мучиться. Соответственно, нужно обсудить, как мы это будем делать. 100 тандю в каждую сторону – это убийственно. Уже 400? Нет. Мы будем делать по 32 тандю вперед. 32 в сторону, 32 назад. И 4 добивающих в сторону. Они будут самые тяжелые. Они будут самые медленные. Да-да-да. Не-не-не. Самые сложные. Самые сложные будут. Еще раз уточню, что в парном конкурсе не обязательно тебе доделать до конца. Если твой соперник вылетит заранее, то есть на 50 тандю словно, ты доделаешь одно, и все, ты автоматически победил и получил бал. Окей? Окей. Если мы оба доделываем до конца, оба получаем бал. Ты будешь с правой ноги делать? Ну, да. Я с левой. У нас как дуэль будет. Мы будем спинами стоять друг к другу и дуэлиться, и не понимать, при чем. Вылетел другой или нет. Я буду через зеркало подпаливать. Окей. Будет быстрый темп на закрытие, да, чтобы успеть. 32 вперед, 32 в сторону, 32 назад. Еще считать надо. И 4. Ты по размеру поймешь. Окей. Я думаю, можно потихоньку начинать. Блин, я не разогрета. Я даже носочки сниму для этого дела. Чтобы косые стопы свои показывать. Ужасно пятой позиции. У меня, мне кажется, рука отвалится. Рука. Надо руку удержать во второй позиции все время. Это очень сложно, чтобы вы понимали. Ну, сейчас они увидят. Ну, это так сложно. Окей, давай. Ну, поехали. Раз. Шесть. Семь. Восемь. Сколько? Раз. Восьмерка. Четыре. Пять. Шесть. Семь. В сторону. Надеюсь, нога придется нужной назад. Нет. Вперед. Назад. Ух, господи, у меня все. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И еще восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Шесть. Десять. Назад. У меня все. Я не чувствую внутренних мышц вообще. Я такой кочергой вожу. Пипец. Мне кажется, я ужасно делаю. Мы как два инвалида. Я уже музыку не успела. Шесть. Семь. Еще восьмерка. Два. Сколько? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Последнюю сторону. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Мне кажется, это было просто ужасно. У меня вот этот, знаешь, блок здесь засохло. У меня внутренние мышцы. Мне кажется, я назад просто уже вот так. Ну, можно на самом деле было и по 100 сделаю, да? Как будто. Ну, типа в теории. Как будто так разогрелось. Хорошо. Давай слева теперь. Не, не, не. Стой. Окей, следующее испытание – это пироэты. Давай. Ну, ты надеюсь, что выпадет себе. Хотя прыгать сто раз я не хочу. Давай, какая цифра. Я не знаю. Давай, давай. Какая цифра? Цифра один. Окей, цифра один для пироэтов. В цифре один у нас… Оля. Фух, я не буду прыгать сто прыжков. Ура! Я бы лучше пироэта сделал. Я не сделаю сто пироэтов, мне кажется. Так, соответственно, как у нас? Пироэты. У нас есть небольшая такая поблажечка, у нас будет по 20 пироэтов, потому что, чтобы такт музыки вмещал, по одному пироэту мы будем делать и садиться в четвертую позицию, то есть не сто подряд. По одному пироэту 20 – небольшая пауза, 20 – небольшая пауза, 20 – небольшая пауза, 20 – небольшая пауза, 20 – и все. Ну, сколько и небольшая. То есть, посмотрим, как это вообще возможно и невозможно. Мне кажется, вестибулярка отлетит полностью. Ну, давайте. Я не смогу. Все, поехали. Можешь сразу в четвертую позицию заготовить. Короче, мне не интересует твой препарацион, мне интересует сто твоих героев. Мне это самое для себя. У меня нога тухла. Смотри, самое сложное – это, конечно же, оставлять точку. Сразу же зафиксируйся. Самое сложное – себя успокоить и делать просто подряд. Второе – уже не очень. Это только восемь. У меня сопли текут. Не волнует. Сколько это? Сейчас скажу. Это 20, да? У меня нога отсохла. Не смогу дальше делать. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Нога отсохла. После ботманута идти очень сложно. Если бы я начала, может, на другой ноге, было бы проще. Поэтому мне сделаем скидку на то, что у меня нога была уже забита. На самом деле, могла бы миксануть, в принципе. То есть, правый-левый, правый-левый. Не-не, не в одном подходе, а между паузами. Окей, ладно, идем дальше. Ну и, соответственно, последнее испытание. Прыжочки, сто прыжков. Как думаешь, кто будет делать? Давай. Мы там не сможем и конверт открыть. Ну там, конечно же... А, я прикинь, опять твои... Я сегодня по лайту решу пройтись. Я думаю, сто прыжков самое легкое сегодняшнее испытание. Потому что... Посмотрим. Небольшая заминочка. Типа, небольшая пауза дышаться и еще. Это тебе кулек для твоей печени после ста прыжков. Пахнет болью. Короче, ехала. Что? Готов побеждать? У тебя есть шансы. Если ты сделаешь больше 50, считай, это уже победитель. Нет, 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 нет. Кто высок. Кто-то, если по хватам 100 прыжков, то получается по 32 прыжка с паузой. Небольшая пауза, еще 32-32, 32. И после последних, 32-34 прыжка с паузой, я даже не знаю, что это получится или нет. Ты при этом должен каждый раз тянуть стопы. Я понимаю, что только их моменты. Я понимаю, что я тебя понимаю. Раз в четыре. Второй раз. Держись. Тебе это достаточно легко дается, я скажу. Неплохо, телеструбки, еще. Еще. Стоп. Третий подход. Третий подход. Я вообще после 60-х, даже раньше прыжка, я вообще не чувствовал стоп, абсолютно. Может теперь же сделать самим первый? Нет, всё, я пойду отдыхать. Не, вот реально просто такое ощущение, что у меня нет стопы. Вот по это место вообще абсолютно ничего нет. Я как будто мог бы призывалиться вообще в стопу. Очень опасно, не повторять. Думаю, короче, мы посмотрели видео и оказалось, что там 99 прыжков. Господи, я бы мог так слегка себе это делать, если бы знал, что он последний. Но я считаю, на счетах не будет. То есть надо шоу поблаживать здесь абсолютно. И столько нити на последний из прыжков, поэтому у нас сегодня ничья. Но я считаю, это очень уважаемая ничья. Потому что мы как бы будем только танцю и то, типа, очень плохо. Ну, я бессмысленный ракурс, полтопы и так далее. Поэтому я считаю, что на деньги никто не получает. Но на следующий квест у нас будет... Ну, покушаем. 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 Сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Даже я пытаюсь читал шоу. И если это видео вы берете 500 лайков, то мы снимаем еще одну часть. Еще более шоускую, еще более мясную и так далее. Но 500 лайков это не так, потому что у вас с того придется из другого какого-то зайти и друзьям скинуть, чтобы они тоже лайк поставили. Даже если они не в курсе вообще про балеты. Согласно? Да. Ну, это все. Бывай.